Всем доброго дня! В эфире программа «Москульт» я и ведущая Ксения Шабаева. Рубрика «Интересных фактов», с которой я традиционно начинаю передачу, на этой неделе будет посвящена живописи. За более 500-летнюю историю существования «Тайной вечери» Леонардо да Винчи фреска не раз подвергалась разрушениям. Так, через роспись был проделан, а затем заложен дверной проем, а трапезную монастыря, где находится изображение, использовали как оружейный склад. Сегодня, чтобы увидеть произведение, посетители должны заказывать билеты заранее и провести в трапезной они могут только 15 минут. В ближайшие несколько минут вы узнаете, как инокультурными событиями была и будет наполнена жизнь нашего города. В Улан-Удэ снимут фильм «По рассказу нам жила Нимбуева». Рабочее название картины «Под вечным синим небом». Идея экранизации произведения принадлежит местному режиссеру Елене Емельяновой. Но на создание киноленты потребуется не менее миллиона рублей. Благодаря грантам 700 тысяч уже есть. Остальные деньги создатели проекта хотят собрать с продажи сувениров. Лоты можно найти на сайте nimbuiffilm.ru В столице Бурятии прошел финальный этап обучения первой республиканской школы юмора. К ребятам приехали юмористы с ТНТ – Марк Сергеенко и Антон Остерников. Вместе с известными комиками ученики школы досконально разобрали свои заранее подготовленные выступления. Теперь им предстоит доработка выступлений и подготовка к итоговому концерту, который пройдет у Улан-Удэ. Когда именно – пока неизвестно. В канун Нового года по лунному календарю в Бурятии выпустили новый музыкальный клип «Плач струны забытый. Сквозь время – вечность». В видеоработе можно услышать душевную мелодию, сыгранную на старинных бурятских инструментах – сухо-хур и сур. А теперь о кинопремьерах. Предлагаю вам к просмотру подборку из трех фильмов, которые стартуют в прокате 6 февраля. В исторической драме «Офицер и шпион» сотрудник французской спецслужбы капитан Дрейфус объявлен особо опасным преступником. Официальное обвинение – государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование. Ему необходимо найти таинственную секретную папку, чтобы доказать невиновность своего подзащитного. В картине «Темные воды» адвокат, работавший корпоративным юристом химического холдинга, выступает с обвинением в суде против своей бывшей компании. На протяжении 19 лет он пытается доказать, что корпорация долгие годы цинично травила людей, загрязняя химикатами питьевую воду. Сможет ли он пролить свет на правду? И напоследок мультфильм о забавном персонаже скандинавских легенд – викинге Вики. Сын грозного северного воина совсем не похож на остальных представителей племени. Он маленький, вежливый и все дела пытается решить мирно. Смекалку и находчивость своего сына отец решает использовать в интересах племени. Мурятский театр оперы и балета приглашает зрителей на одну из самых масштабных постановок в своем репертуаре – оперу «Аида». В этот раз представлять ее будет звездный состав исполнителей. Это приглашенные солисты Мариинского и Новосибирского театров. Ирина Новикова, Дагвадор Шдава Сурен, Ольга Жигнитова и Арион Батор Ган Батор. Услышать именитых артистов в образах драматических героев Египта можно будет 8 февраля в 5 вечера. Телефон для справок 21 36 00. А теперь о балете, который произвел в столице нашей страны настоящий фурор. Билеты на бурятскую постановку «Талисман» раскупили за два дня. Но этого и стоило ожидать после того, как балет о таинственной и пленительной древней Индии номинировали на престижную премию «Золотая маска» аж в трех номинациях. В отличие от москвичей, жителям республики повезло куда больше. «Талисман» можно увидеть уже 12 февраля в 18.30. Кроме того, постановка запланирована и на 11 марта. 14 числа приходите в театр оперы и балета на легендарную оперу Джузеппе Верди «Бал Маскарад». В центре сюжета – судьба просвещенного шведского короля Густава, павшего жертвой политических страстей и ревности. В постановке есть все – от яркой сценографии до лучших голосов молодого поколения оперных песцов Бурятии. Двери театра открыты и для самого маленького зрителя. 16 февраля в полдень состоится декабрьская премьера «Волшебник изумрудного города». В музыкальной сказке ребята отправятся в путешествие по волшебной стране вместе с храброй девочкой Дороти и ее щенком Татошкой. Программа для детей продолжится и в конце февраля. Юных театралов ждет представление, посвященное празднику Белого Месяца – «Сказочный переполох». В главных ролях – животные восточного календаря. По сюжету дракон хочет, чтобы новый цикл начался с него и решает завладеть волшебным талисманом. Чем закончится «Сказочная история» узнаете 26 февраля в 10.30 и час дня, 27 и 28 числа также в 10.30, 13.00 и еще и в 15.30. А 29 февраля, как и в первый день, будет два показа в 10.30 и в час. А сейчас полезная информация для активных пользователей интернета. Узнать последние новости театра оперы балета, расписание ближайших спектаклей и сведения о льготах можно буквально одним касанием – с помощью чат-бота в Вайбере. Получить ссылку на ввод можно через QR-код. Он есть во всех соцсетях театра и на афишах. Хотите увидеть, как трагедия превращается в фарс, а шекспировский текст вдруг встает на рельсы юмора? Тогда вам просто нельзя пропустить известную постановку русского драматического театра имени Бестужева «Ричард Третий». Здесь вы с иронией и даже сарказмом можете посмотреть на то, что нас окружает в контексте средневековой истории. А главное – поразмышлять, при каких обстоятельствах человек мутирует в подлеца и каким образом человечество порождает тиранов. За ответами приходите 15 февраля к 6 вечера. Телефон для справок 23 50 10. На следующий день, 16 февраля, на сцене театра развернется спектакль «Пигмалион» по одноименной пьесе знаменитого Дернарда Шоу. Непревзойденного мастера, который создал интеллектуальную драму-дискуссию, полную парадоксальных ситуаций и разрушающую все традиционные представления о театре. Здесь история бедной цветочницы Элиза Дулиттл, которая благодаря урокам профессора фонетики стала леди, решена в жанре романа-фантазии. Начало 18.00. А вот через неделю сцену захватит сказка странствий. Самый масштабный спектакль театра. Только представьте, 111 персонажей и 16 мест действия. Здесь и таинственный город, и металлический лес, башня-замка над облаками и даже райский город. Помимо этого, зрители ждут огнедышащий дракон и полет на летательном аппарате. Приходите на философскую притчу о дружбе изобретателя Орландо и девочки Марты 22 и 23 февраля в 6 вечера. На несколько дней Улан-Удэ станет центром притяжения для всех меломанов. Впервые на территории республики с 26 по 29 февраля пройдет фестиваль современной музыки УУ «Саунд». Основной концерт состоится 27 февраля в физкультурно-спортивном комплексе. Один из артистов – это Антоха Эмси, необычный музыкант, который не только сам пишет музыку, но и подыгрывает себе на трубе, а также поет и читает поверх своих же битов. Услышать и увидеть в этот день можно будет также голландского и синт-поп-исполнителя Томаса Азира и британскую группу Эд Уэйз, играющую постпанк. В остальные дни пройдут так называемые шоукейсы, где можно будет познакомиться с немалым количеством талантливых артистов. Сейчас уже можно записать 26 февраля ресторан «Чаплин» и центр «Феникс» 28 и 29 числа, ночной клуб 69. Телефон для справок 21-32-24. А у меня на этом все. Выбирайте самое лучшее и раскрашивайте повседневную жизнь в яркие цвета. До скорых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»